Давай, 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 давай! Зачеты и экзамены у многих позади, а значит можно расслабиться. Студенты Поволжской Академии Спорта решили отметить завершение сессии на открытом воздухе. Раскрасневшись от катаний, Дарина Семенова признается, за учебу краснить не приходится. Остался последний экзамен, все пока на пятерки идет. Отличники учебы, лидеры студдвижений и просто активная молодежь. Для ребят катание на тюбингах, квесты и даже хороводы. Именно здесь чувствуется особый дух студенчества, говорят они. А чтобы в зачетках стояло лишь хорошо и отлично, студенты готовы пойти на любые ухищрения. Некоторые люди ставят пятак себе в обувь и так думают, что хорошо сдадут экзамен. На самом деле это работает, я проверяла. Зачетку, наверное, где-то протереть с хорошими оценками, чтобы хорошо получить оценку. Не стричься, не мыться, это как календарь в общежитии, но можно и помыться, и постричься. Я обычно помытый иду на экзамен. Ловишь мяч, который я тебе бросил, обратно мне его передаешь. Здесь на площадке мастер-класс от чемпиона России по зимнему волейболу Виктора Макарова. У спортсмена, как и у студентов, свои приметы. Когда у меня предстоит соревнование, я не подстригаюсь, я лучше потерплю, с какой-то плохой прической, спрячу где-нибудь что-нибудь это, а после соревнования я уже подстригаюсь спокойно. Но главное внимание сегодня приковано к Татьяне. Именно 25 января в Татьянин день императрица Елизавета подписала указ о создании первого в России университета. К слову, сегодня Татьяна оказалась одна. Первый раз чувствую, что я единственная Татьяна, и что я какая-то одна такая. Все, кто замерз, сегодня может неплохо подкрепиться. Для всех желающих каша с настоящей полевой кухней. Спасибо. Но день студента, как и день рождения, только раз в году. У многих каникулы уже начались. А те, кому еще предстоит сдавать зачеты и экзамены, ни пуха ни пера. К черту! Рамиль Галиулин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.